Здравствуйте, уважаемые десногорцы! В ближайшие 10 минут о главных событиях четверга с вами Любовь Мишакова. Смотрите в информационном выпуске. Специалисты пенсионного фонда отвечают на вопросы. Должникам ограничен въезд за границу. Юбилейная выставка МЧС России теперь и в Десногорске. Захватывающие поединки на боксерском ринге. А теперь об этих и других событиях подробнее. В последнее время на пороге квартир появляются люди, которые представляются сотрудниками негосударственных пенсионных фондов. Они предлагают накопительную часть пенсии, а это 6%, перевести из государственного пенсионного фонда в негосударственный. Эти непрошенные гости пугают пожилых людей. За разъяснениями мы обратились к специалистам Десногорского отделения Пенсионного фонда России. Как нам объяснили, людям старше 67-го года рождения беседовать с представителями негосударственных фондов нет смысла. А вот тем, кто помоложе и кто может распорядиться накопительной частью своей пенсии, есть о чем с ними поговорить и бояться их не нужно. Потому что существует определенная процедура перевода пенсии. Человек принял решение и заключил договор. Но это еще полдела. Нужно прийти обязательно в пенсионный фонд и написать заявление. Это делается лично, ну или установлено в законном порядке. Это там через нотариусы, по доверенности. Но в любом случае это все делается через государственный пенсионный фонд. В настоящее время существует большое количество негосударственных пенсионных фондов, которые стараются убедить нас, что их условия более выгодные. Но выбор всегда остается за нами. Бесхозные ядохимикаты угрожают здоровью жителей Хиславического района. Народ бьет тревогу. Заброшенный склад минеральных удобрений остался без крыши. И теперь тонны химикатов лежат под открытым небом. Насколько опасно их попадание в почву, а затем и в водный бассейн одной из крупных смоленских рек можно только догадываться. А вот Рославль стал 25-м в списке бюджетных населенных пунктов России. Рейтинг бюджетных мест для туризма составлен по данным оплаты путешественниками одних суток проживания в гостинице в текущем году. Стоимость проживания в Рославле составила 1400 рублей. Самым экономичным оказался Красный пахарь Ставропольского края со стоимостью проживания 450 рублей в сутки. Вас суд признал должником и долг более 10 тысяч рублей? Вы рискуете попасть в список невыездных и лишиться возможности поехать за границу? О том, как не испортить себе поездку в другую страну в нашем следующем сюжете. Так кому грозит невыезд за границу? Это должник, который не уплатил алименты, налоги, не погасил вовремя кредит, штраф, накопил неоплаченные счета за услуги ЖКХ, на электроэнергию и так далее. Кроме того, суд наложил на такого гражданина обязательство уплатить его долги. А он без уважительной причины добровольно этого не сделал. В этом случае судебный пристав имеет право вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из России. Постановление о временном ограничении права выезда гражданина из Российской Федерации выносится судебным приставом исполнителям. Для этого необходимо, чтобы было соблюдено четыре условия. Должно быть возбуждено исполнительное производство в подразделении судебных приставов. Должник должен быть надлежащим образом извещен о возбуждении исполнительного производства и им пропущен пятидневный срок для добровольного исполнения. Это должно быть, во-первых, судебное решение обязательно и оно должно быть свыше 10 тысяч рублей. И даже если у вас на руках заграничный паспорт и вы не получали постановление судебного пристава, лучше всего заранее убедиться, что за вами не числится долгов. А это сделать теперь достаточно просто. Нужно в интернете задать вопрос, как узнать свои долги. И вы найдете ответ на официальном сайте. Сделать это лучше заранее, потому что процедура снятие временного ограничения занимает не менее двух недель. Новости культуры. Серию документального фильма «Бастионы России» о крепостной стене Смоленска покажет телеканал «Россия-1». Авторы документального сериала расскажут о роли Смоленска в спасении России во время смутного времени. А в историко-краеведческом музее нашего города экспонируется выставка «Ради жизни на земле», посвященная 25-летнему юбилею со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям. Выставка уже побывала во многих городах России. Теперь и у десногорцев есть возможность по фотографиям проследить четвертьвековую историю чрезвычайного ведомства. Мы ее оформили именно в историческом музее, где вы можете посетить ее с 8 до 5 вечера с понедельника по пятницу. Фотовыставка уникальна тем, что она рассказывает об основных веках создания министерства от истоков и до сегодняшнего момента. Самые частые гости в музее – это школьники. Вот и в этот раз сотрудники ИКМ рассказывали ученикам четвертого класса третьей школы о тех людях, которые спешат на помощь без страха в глазах, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, о тех, кто службу несет в МЧС. Ребятам показали небольшие фильмы о работе пожарных спасателей и предложили задуматься о выборе будущей профессии. Служба спасения готова принять свои ряды смелых и выносливых. Дети больше узнают, могут применить свои знания на практике, могут показать, на что они способны. Еще бы было хорошо, если бы разыгрывались какие-то ситуации, чтобы они не растерялись, а вот именно показали, на что готовы, к чему готовы. На вопросы детей ответила Анастасия Зуева, инспектор первой пожарно-спасательной части Десногорска. А сотрудники музея на память о встрече подарили всем памятки. Памятка. Зачем она тебе нужна? Ну, чтобы там написаны правила по пожарной безопасности. Ты уже прочитал все? Да. Мне понравился фильм, который шел два, ну и как рассказывали про то, как нужно себя вести. Юбилейная выставка открыта до конца декабря. Ведь именно 27 декабря мы будем поздравлять спасателей Десногорска с профессиональным праздником и юбилеем Министерства по ЧС. По информации портала 100Loto.ru, в 3790-м тираже лотереи Гослото, который прошел 7 ноября, был разыгран огромный суперприз – 12 498 900 рублей. И его счастливым обладателем стал житель Смоленской области. Правда, везунчику еще нужно съездить в Москву и оформить свой выигрыш. Его уже ждут в офисе компании. К слову, судьбоносными для нашего земляка стали цифры 18, 1, 12, 6, 19. А успех ему принесла многотиражная ставка стоимостью 540 рублей. 7-8 ноября прошел открытый веломарафон Смоленской АЭС. В нем приняли участие 42 спортсмена из Десногорска, Рославля и Москвы в возрасте от 8 до 73 лет. Веломарафон прошел по инициативе молодых атомщиков при поддержке профсоюзного комитета атомной станции. Маршрут пролегал от Дю США до Святого Источника по пересеченной местности. Он полностью покорился 22 участникам. Дети соревновались на дистанции 30 километров и все отлично справились с заданием. Победители и призеры получили медали, кубки и сертификаты на спорттовары. Поздравляем! А сейчас в Десногорске уже в 13-й раз проходит традиционный межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного энергетико Российской Федерации Сергея Крылова. В среду состоялось его торжественное открытие. В турнире принимает участие около 150 юных боксеров из городов России и Республики Беларусь. Москва, Балашиха, Тучково, Обнинск, Калуга, Брянск, Смоленск, Рословль, Починок, Сафонова, Ярцева, Десногорск, Барановичи, Могилев, Кричев. Участники 13-го межрегионального турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного энергетико России, почетного гражданина города Десногорска Сергея Петровича Крылова, построены. На торжественную церемонию открытия были приглашены ветераны атомной энергетики, руководство города, станции и профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Я отхожу себя лично к друзьям Сергея Петровича, поэтому мне особо приятно открыть сегодня этот турнир. Для Десногорска этот турнир является одним из самых зрелищных и самых масштабных спортивных мероприятий. Каждый год на соревнованиях открываются новые имена талантливых спортсменов. Надеемся, что и 13-й турнир не станет исключением. Вкладываем в это дело и душу, и желание, ну и, конечно, материальные ресурсы достаточно существенные. Поэтому нам всегда оказывает большую помощь Смоленская АЭС, традиционный наш партнер в этом виде спорта в Десногорске. Поединки будут проходить до 14 ноября. Зрители станут свидетелями ярких, захватывающих боев. Желаем участникам соревнований твердости духа, спортивной удачи и, конечно, побед. Мы приглашаем всех десногорцев в физкультурно-оздоровительный комплекс Десна посмотреть поединки юных мастеров кожаной перчатки. Финальные бои начнутся в субботу с 11 часов, а сразу после награждения победителей. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.